И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию от 2012 года, воплощенного на Земле. Один, два, три. Я его нашла. Хорошо, бери Амира и поднимайся в комнатной диагностики. Значит, три. Один, два, три. Мы здесь. Привет, Амир. Готов к диагностике? Проверим, кто там тебе мешает жить. На нем осьминог сидит. Осьминог, спрут. Отлично. И я даю команду, этот спрут силам его намерения притягивается в клетку-тюрьму. Один, два, три. А ну, от Амира копия, она плакала, так он прям на лице у него сидел. Сейчас в клетке. Сейчас успокаивается. Так, и просканируем сейчас. Тонкое тело Амира включается в скейнер на счет три. Он начинает его сканировать. Чисто. У нас, значит, один там спрут остался. И что, он ничего не оставил? Ничего? Нет, он много оставил. Амир сам снимал с рук. Она в клетке все у него. Хорошо, это все устанавливается на спрута на счет три. Один, два, три. И включает она полную мощность. Один, два, три. Уменьшая спрута в два раза. И всю боль, которую он дал Амиру, возвращается к нему назад за эти две минуты. Один, два, три. Пошла энергия назад. Пусть прочувствует все, что он дал. Мне кажется, там еще кто-то есть. Передвигается, как будто у него кто-то внизу. Хорошо, я даю команду. Это сущность. Быстро оказываться в клетке тюрьмы, пока я не уничтожил. Один, два, три. Чертяка. Я же тебя накажу сейчас. Они выходят. Хорошо. И я даю команду. Он говорит, не убивай. Но он не выходит в клетку. Давай командой. Хорошо. Не успел убежать, говорит. Я всех предупреждал. Поэтому будешь наказан сегодня по полной программе. Если ты мое терпение будешь сегодня испытывать, а ты уже начал его испытывать, то я начну тебя наказывать. Черт. Я тебе сейчас рекомендую без всяких команд выйти из его биополя и зайти добровольно в клетку. Да, он убежал. Хорошо. Этим ты спас себе сегодня здоровье. Значит, у нас два канала, да, Вера? Да. Хорошо. Так, поехали к первому. Кто у нас там? Спрут. Почему ты зашел в это биополе, которое мы охраняем? Ты видел этот манифест, который находится в биополе Амира? Который он запрещает любым подселенцам, интерферентам входить в ее биополе, воровать его энергию. Ты видел это? Да, он видел. И почему ты зашел? Он говорит, слабое звено. Знаешь, какой это спрут, у которого его брата сидел. Надира. Это что, спрут вернулся, да? Да. А ты спрут, ты помнишь? Нашел слабое звено. Нет, это ты не нашел слабое звено. Слабое звено это ты. И пять ударов копьем на частоте спрута. Мощнейших ударов. Пошли удары. Один, два, три. За возврат и за обман. Ну, он как-то кричит. И первый раз вижу спрута, который орёт. Хорошо. Значит, голос есть. Будь певцом. Закончил я? Да. Хорошо, спрут. Я вот сейчас думаю, куда тебя отправить, в какое ядро на переработку. Знаешь, что ты ему сделал? Что? Ты ему сейчас связал его ноги между собой. Эти щупальцы. И Амир смеётся. Действительно, чёрное. Давай его подвесим ещё на верёвочке. Пусть висит за этими щупальцами. Один, два, три. Подвис. Он подвис. Хорошо, спрут. Ну, так скажи, как? Будем дальше с тобой разбираться? Или как? Ты опять будешь искать слабые звенья? Или мне искать в тебе, в твоих щупальцах сейчас слабые звенья? И лупить тебя своим копьём? Или огнём сжечь тебя просто в клетке? Как ты считаешь, лучше будет для тебя? Вот Амир говорит, давай его сварим и съедим. Нельзя его варить и есть. Он невкусный. Амир, нельзя его варить. То других спрутов можно кушать. Это немножко другое. Это такой, который сам хочет кушать. Жёсткий. Жёсткий, да. Был, надо добавлять. Был, да. Так, спрут, я слушаю от тебя предложение. Что ты мне скажешь? Не приду и расскажу всем. Да уже все знают, что сюда приходить нельзя. Ты единственный, кто осмелился сюда прийти. Потому что я, я не знаю, тебе в принципе повезло, что мы тебя достали. Они автоматически перетёрли через мясорубку, как такое бывает. Даже не видя, кто там сидит. Поэтому я тебе серьёзно говорю. Я тебя сегодня отпущу при одном условии. Если ты ещё один раз попытаешься в эту семью войти, то один из нас не уйдёт из комнаты диагностики, и это буду не я. Ты это понял? Да, он всё понял. Всё, хорошо. Так, ничего в нём не осталось. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал на чистоте. С прута, и он уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Один, два, три. У него ноги связаны. Ну хорошо. Он ползёт к порталу. Развязывай ему ноги. Один, два, три. Хорошо же я. Да, вылетел. Хорошо. У нас ещё чёрт здесь. А, ну да, хорошо. О, я и забыл про него. Хорошо. Давай, да, давай ему и нарядим. Давай, дадим. И, значит, три в макушку головы Амира начинает. То число его значение 12 Гц. Нравится ему энергия? Он, знаешь, успокаивается. Ну, он же ангелочек. Это его энергия. Это земные могут не знать эти энергии. А он ангел. Всё, ему ничего не интересно. Он отвлёкся. Ну, как приятно эти энергии. Хорошо. Но нам, в принципе, его внимание здесь сейчас не нужно. Поэтому мы подходим к черту. И я слушаю его историю жизни. Как он докатился до такого, что он поставил на кон свою жизнь. Забыв о том, что всё возвращается. Объясни мне, чёрт, как ты докатился до этой жизни. Ты знал, что тебя ожидает в этом теле? Он говорит, все ошибаются. Это была моя ошибка. Частично. Скажи мне следующее. Как ты зашёл в тело Амира? Где ты зашёл? Я тебе рекомендую говорить правду, потому что я узнаю сразу, врёшь ты или нет. Итак, когда ты зашёл, где? Ну, он говорит, что на крик он зашёл. Спрутову дёргал, и он кричал. А ты где зашёл? В квартире? Да. Значит, ты зашёл через портал в квартире? Нет, он зашёл на крик. А откуда он зашёл? На пониженной вибрации. Понятно. Откуда он зашёл? Где он был до этого? Как мне это понимать? Что-то мне тебе не верится. Вот я не знаю. Чёрт. Ты меня немножко обманываешь или как? Не рекомендую. Итак, покажи ситуацию, как ты зашёл в эту квартиру, Вера. Поставь монитор 1, 2, 3. И ты видишь чётко и ясно эту ситуацию сейчас. Она проходит, мыслеформа. Ты её видишь. Устанавливай над чертом маячок зелёный-красный. Если он рассказывает правду зелёный, если он врёт красный. 1, 2, 3. Какого цвета маячок? Слушай, он мне опять показывает стиральную машину, в которую он залазит и там сидит. Значит, там у нас был портал в стиральной машине, я помню, да, Вера, в стене? Был, да. Там демон туда залазил. Значит, чёрт, ты мне не рассказал, что это, ты мне не сказал слово портал, да? А сказал, что ты зашёл через дверь. Ты меня обманул сейчас, да? Ну, он говорит, для меня это дверь. Я тебя спрашивал конкретно насчёт слова портал. Стиральной машине. Ну что, наказывать тебя за обман сейчас или как? Просто отпусти назад. Да, ну это было бы для тебя лучше всего. Но мне ещё не факт, вернёшься ты назад или нет. Хочешь ещё раз вернуться в эту квартиру, подселиться к Амиру или к кому-нибудь другому в этой квартире? Я не хочу тебя встречать. Очень правильный ответ. Ладно, тут и рум будем потом закрывать. Хорошо, всё понятно. Ладно, готов уходить? Перед тем, как уходишь, сними всё, что ты оставил на ребёнке. Всё, полностью. Я поставлю проверку. Если загорится зелёный, уйдёшь. Загорится красный, останешься. Всё, снял. И включается маячок зелёный-красный. Если Амир чистый, зелёный. Если что-то осталось красный. 1, 2, 3. Зелёный маячок. Зелёный маячок. Отлично, хорошо. Всё, чёрт. Уходишь сейчас и рассказываешь, что сюда в эту квартиру приходить нельзя. Этот портал мы закроем и сожжём. Вместе с теми, кто в этой квартире останутся после того, как мы придём. Всё. Ты это понял, да? Говорят, что никого нет. Ну, это мы проверим. Ты нам тоже одно говорил, а стало другое. Так, готов уходить, я спрашиваю. Да, он готов. Открывается внизу портал на чистоте черта. 1, 2, 3. Он уходит на свою чистоту и забывает дорогу назад. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Амира в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем её к каждой клеточке, к каждой извилинке мозга. Проходит полная стопроцентная синхронизация между всеми тонкими телами и физическим биороботом. 1, 2, 3. Хорошо. И возвращайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, я здесь. И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1936 года рождения, воплощённая на Земле. 1, 2, 3. Начала. Отлично. И проведи идентификацию. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстаёт передовой в первозданном виде. Ну, это она. А что ты так долго смотрела? А ты знаешь, у неё только фантом, я бы сказала, яркий. Хорошо. И подожди, и такое ощущение, что она его вот отодвинула, и вышла женщина молодая, и как вот выметает веником из веток такой веник, и она выметает грязь, и говорит, ну, что пришла, иди отсюда. И я ей говорю, Хильда Михайловна, ну, о вашей просьбе, мы здесь, чтобы вас почистить. И она, ну, улыбается и говорит, а ладно, хорошо. И как бы назад закрыла вот этот фантом. Молодец, хорошо. Говорит, я готова. Хорошо, благодарим Хильду. И защищай Хильду. И поднимай ее в комнату диагностики. Будь с ней. 1, 2, 3. Да, мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Хильду. Интересуемся, готова ли Хильда к диагностике. Доверили ли она нам в своей биополе на период сеанса? Да, доверю, доверю. Рукой машет. Попросим тонкую копию Хильды разбиться на 7 фантомов. 1, 2, 3. И проведи их визуальный осмотр. Начинаем с красной чакры. Первая чакра красная. А здесь сидит красавица. Понятно. Говорит, я и не прячусь. Ну, понятно. Ну, так давай вставай и иди сам в клетку в тюрьму. Чтобы я тебя не вытягивал. Для таких, как я, мог бы и не тюрьму сделать. Кресло поставить. Кто это, Вера? Имеет в виду, он сам пришел. И его не в тюрьму надо. Это демон? Сал ожидания, наверное. Это кто? Демон. Считай цифры на голову. 1, 2, 3. 14. 14 герцовый. Ну, а что ты думаешь? Вот я сейчас все брошу и начну перед тобой здесь раскланиваться, да? Или как? Или ты не видишь меня? Ладно, ладно, иду. Он в клетке здесь, я видишь, крутится. Хорошо. Там и стой. Черт с тобой или ты сам пришел? Чем-то черт. Да ладно, я же знаю, какие вы ленивые, всегда черта берете с собой. Или инкуба, или суккуба. Ладно, хорошо, но это не тот случай. Все, поехали дальше. Кто у нас там в оранжевом теле сидит? Второе тело, два пальца ниже попка. 1, 2, 3. Оранжевое и желтое, они вместе. Хорошо. Вместе? Ну, они синхронизированы с кем-то, да. Зеленое тело, четвертое. Пустые тела. И голубое тело, вишутка, голосовая чакра, пятая, светло-голубой цвет. Здесь есть цвет, но не везде. Переходим к шестой чакре, темно-синий цвет, это третий глаз. Ну, вот здесь, кстати, цвет хороший. Чакра не полная, но цвет такой густой, какой-то темный. Может, поэтому она тебя и заметила. Хорошо, и смотрим седьмую чакру, фиолетовый цвет, темечка. Здесь тоже кто-то есть, мечется по чакре. Правильно делает, хорошо. И собираем все фантомы вместе, 1, 2, 3. Хильда заходит сейчас в сканер, на счет 3 сканера начинает сканировать все 7 тонких тел, находит все присадки, все импланты, моментально выстраивает 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Хильды, ярко-красным цветом подсвечиваются все каналы, все чипы и датчики, находящиеся в ее теле. Хильда подсвечивает своей энергией изнутри белым цветом. Все становится видно на белом фоне. 1, 2, 3. А у нас влетел в клетку этот спрут, какой-то в слизи весь, и он в клетке сидит даже, и там чмокает, еще сосет что-то. И подхожу к спруту, 3 удара на частоте спрута, 1, 2, 3. Пошли удары на частоте спрута. Обижит он. Очень хорошо. Знаешь, у нас сканер, что еще делать начал? Он их рассинхронизировал с телами. Отлично. Хорошо. Кто был в этом теле, который 2 и 3? Кто там синхронизировался? Арахноид. Арахноид. Давно сидит. Хорошо. Значит, у нас спрут, арахноид, 14-герцовый демон. Кто еще? Подожди, смотрю. Я с конца начала. А, хорошо. Как тебе удобно? Как тебе удобно? Дракон есть у нас в синем теле. Какой дракон? Красный. Красный дракон. Все. Хорошо. И считай цифры над головой красного дракона, 1, 2, 3. 385. Хорошо. Дракон красный, 385-ый. Арахноид, спрут и 14-герцовый демон. Кто-то еще есть? Дракон. Рахноид. И демон. Хорошо. Выстрой каналы. И хорошо. И сейчас выстраиваются каналы ко всем ответственным. 1, 2, 3. Ответственный подходит к своим каналам. У нас есть еще кто-то. И пятый канал у нас есть. Абсолютно. Кто у нас пятый канал? Он у меня сейчас начинает раздражать. Если он сейчас не проявится, я просто его уничтожу в этой клетке. Это Грей. Так, если есть Грей, то есть и рептилоиды. Сколько Грейв? Твое. Грей, все проявитесь. Если я найду сейчас среди вас робота, я его сожгу. Они говорят, что они с изучающим визитом. Слышишь, Грей? Ты знаешь, какой ты у меня визит? Наверное, уже 250-й. Ты знаешь, сколько Грейв уже видел в своей жизни? Если вас по три посчитать, 750. Ты знаешь, сколько я историй слышал? 350. Он говорит, что мы еще не внедрились. Хорошо. Это будет в зависимости от того, как ты сегодня будешь отвечать на мои вопросы. Я предупреждаю сразу. Если будете лгать, я вас буду наказывать. Вы не поймете. Узнайте в своих мирах, как я умею наказывать. Итак, Грей, сколько вас? Твое. Где ваш робот? Робот не нужен, когда нет подсадок. Хорошо. Два Грея. Вы пришли без рептилоида сами? На проверку пришли. Хорошо. И если от Грея существуют какие-то каналы? Начинают устраиваться каналы. И ответственный по этому каналам притягивается в соседнюю клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Если Грей сейчас подключен и сейчас к рептилоиду, он притягивается в клетку-тюрьму. Если подключены еще Греи, которые невидимы мне и тебе, они проявляются и притягиваются в клетку-тюрьму силами его намерения. Да будет так. А так и есть. Рептилоид вышел. И он держит вот это синего тела. Голову он держит. Густую вот эту. Понятно. Хорошо, Грей. Вы меня обманули, да? Он не с нами. Я вытащил вас сейчас по каналам от вас к рептилоиду. И ты мне говоришь, он не ваш. Он не с вами. Он к тебе каналом подключен. Кому ты врешь. И по три удара Греем каждому копьем. На их чистоте Греем. 1, 2, 3. За обман. Пошли удары. Обман не терплю в комнате диагностики. Поняли. Справимся. Ой, я тебя прошу. Я такое знаешь от кого слышал? От чертей, которые говорят. Виноват, исправлюсь. Команду не услышал. Так, у нас рептилоид читает цифры над его головой. 1, 2, 3. 2, 4. Хорошо, рептилоид. Я обращаюсь к тебе. Я понимаю, ты главный в этой команде, да? Я ответственный за эту миссию? Да. Хорошо. Если вы хотите, сегодня мирно закончилось. Я обращаюсь к тебе и прошу тебя проконтролировать, когда мы дойдем до момента вытаскивания всех присадок, всех имплантов, всех подключек к телу. Сначала пройдет реверс энергии. Мы отдадим вам все темное, заберем все светлое. После этого я дам команду вытащить все присадки, все импланты, все конвекторы из биополя Хильда. Я тебе как к военному обращаюсь и прошу тебя проконтролировать работу Греев. Они меня обманули, я к ним больше доверия нет. Я просто предупреждаю, если Греев что-то забудут или что-то не вытащат, я их в этой клетке сожгу. Ты проконтролируешь? Знаешь, что он мне показал? Вот это, он понял, да, вот это синяя на голове, она как скафандр, я бы сказала, штука. И он просматривал ее память. Зачем она ему? Но иногда надо знать вашу историю именно глазами очевидца, чтобы понимать вас, людей, и больше сливаться в толпе. Я не пойму, у нас сегодня какой-то день философов, вера. У нас сегодня интеллектуалы, драконы появились, демон был, который рассуждал со мной на философские темы. И сейчас у нас есть рептилоид, который хочет больше узнать и понять человека. Скажи мне, рептилоид, ну насколько это соответствует правде, если я, зная ваши истинные цели, зная, как вы не любите людей, как вы считаете их недостойными, внимание абсолюта и постоянно каждый день доказывая всем, что вы в состоянии подключиться к человеку, какой смысл тебе узнавать какую-то информацию о людях? Ты хочешь понять, почему отец нам дал, Творец, эти энергии и, вернее, эти возможности? Или почему? Или что тебя конкретно интересовало? Ты невнимателен. Я сказал, что мне нужна эта информация, чтобы лучше подстраиваться в вашем обществе. Ну, с 36-го года, когда родилась Хильда, очень многое изменилось. У нее есть память, и у нее есть чувства. Конечно. Имена это нас интересуют, и имена этому мы учим молодых. Ну, эти годы, которые Хильда пережила, это будет... Наше поколение, они должны знать это. Чтобы знать, как лучше к нам подключаться, правильно? Я опять не понял. А жить на земле? Жить на земле. Хорошо, когда вы планируете перейти жить на землю? Мы уже живем. Когда можно вас на улицах будет уже увидеть? Сколько времени осталось? Нас видят. Уже видят. Да, прогрессируете вы, реально. Я смотрю, большие планы у вас с человечеством. Вы руководите правительствами? Всеми или еще какие-то неподконтрольные вам есть? Есть выше нас. Или кто-то другие? Это Китай? Просто интересно узнать. Ты делишь по странам, а я говорю о другом. А о чем ты говоришь? О галактиках. А, в этом плане. Меня интересует только Земля. Я понимаю, вас интересует глобальная полностью. Все. А меня интересует чисто сейчас Земля, потому что я на ней сейчас нахожусь. Мне было бы интересно узнать твою точку зрения. Как представителя цивилизации рептилоидов. Я когда-то встречался с вашим генералом, 980 уровень. Мы разговаривали минут 30. Меня очень удивило его знание человечества. Тогда я ничего нового тебе не расскажу. Да, согласен. Хорошо. Все. Я не хочу сегодня никому портить вечер. Я надеюсь, все меня услышат. Я объявляю программу. Будет производиться реверс энергии. Мы, как я сказал, все заберем, отдадим вам и так далее. И после этого вы все вытащите. И после этого я намерен вас безболезненно каждого отправить на свой уровень при условии, что он больше никогда в этом теле пообещает не приходить, потому что я буду его проверять. И при условии того, что он честно все вытащит. Если кто-то из вас что-то забудет, во-первых, я сожгу это. Я это обращаюсь к арахноиду и спруту. Я знаю вашей привычки оставлять там что-то. Если вы что-то забудете, оно сгорит. Кроме того, по каналу передастся вам энергия в 2 миллиона герц, и вы сгорите в клетке. Если вы этого не хотите испытать при проверке, вытаскивайте все. Точно так же я прошу красного дракона все вытащить. Греф, безусловно. Рептилоид все проконтролирует. Ну и, конечно, демон. Все поняли? Все поняли. И я даю команду тонкой копии Хильды спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за страх и неуверенность отдаем энергии всех болезней. Все, что она могла получить, возвращается к ним назад. Энергия идет на слабо. Она долго жила с ней и считает ее своим. Кто? Хильда. И усиливаем потоки в 50 раз. Я обращаюсь к Хильде начать. Отторжение чужеродной энергии. Все чужеродное. Что не относится к вашему биополю, отправьте, пожалуйста, назад. Усиливаются потоки. Силам его намерения. Как метлой на тебя махали. Вот так вот пусть энергию отдаст назад. Что ты здесь делаешь, Вера? Знаешь, у нас в спруту идет какая-то белая пена. Белосерая какая-то. Спрут? Слюни какие-то. Вау. Не хочу даже с ним разговаривать. Спрут, сколько ты сидел, считай, информацию? Один, два, три? 50 лет мне сидел. Сколько? 50 лет. Он такой пожилой спрут уже. На человеческий возраст ему было более 90. Он вот в этой слизи сидит весь. Ну, чуть старше Хильде. У меня такое ощущение, что он засыпает. Так давай говорить тише, может еще раз будем. Как проваливается туда потом. Ну, это возрастное, хотя они долго живут. Может тяжелая жизнь была, если 50 лет последних. Это у нас получается 60-х годов, 70-х. Это он подцепился, когда она молодая была. И 50 лет, видать, он там вырос. Личинки, что мама там кидает с прутов. И 50 лет я там прожил. Спрут, ты жил когда-нибудь в другом теле в каком-нибудь? Жил во многих. Да как ты мог жить, если ты 50 лет находишься в этом теле? Сколько тебе лет в человеческих годах? В человеческих 90. И арахноид, как долго ты сидел в этом теле? Арахноид пришел последний. Но он имеет в виду после всех космических. Ну, всех, да. Ну, сколько он сидел там? Это такие две чакры занял. Значит, место было? Пять. Девять. Пять лет. Хорошо. Дракон, обращаясь к тебе, красный. Как долго ты сидел в этом теле? Он пришел вместе с рептилоидом. Проражаем рептилоид. Как ты долго сидишь в этом теле? Средний год. Один? Всего один? Да. Я пришел за информацию. А, ну да, согласен. Хорошо. И, демон, я тебя хотел спросить, как долго ты находишься в этом теле? Уже лет 15 здесь скачаюсь, говорит. Лет 15. А что так долго? Я не пойму. Ты что? Лярву выращивал, да? Признаваясь. Ты проницательный. Хорошо. Ты наверняка хочешь эту лярву с собой забрать, да? Ты хочешь, чтобы я тебе ее отдал. И не испортил тебе все 15 лет. Правильно? Да, хочу. Видишь? Вот это проницательный. Хорошо. Я тебе ее отдам. Без проблем. Если у меня еще пару вопросов возникнут, и ты мне на них ответишь. Хорошо. Все, Вера. Ревер закончился? Или еще идет? Вот получилось. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Хильда забирает чистую светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, да, последние капли, возвращает Хильда себе обратно. Она, хозяйка своей энергии, возвращает все свое себе обратно. Не знаешь, где лярва? На пояси. На пояснице, я бы сказал. Это чая ее собственная была. Из спины. И вот она по кругу прямо к животу идет. Опоясывает ее. О, это боль. Да, часто у людей встречается. Это же за всю жизнь накоплено. Грузом складывалось туда. За все 85 лет. А там такие тяжести должны быть. Ничего, у нас есть специалист по лярвам. Он все уберет. Энергия она забрала. Отлично. Хорошо. И вот сейчас наступает момент, когда я прошу всех выйти из клетки тюрьмы и вытащить все, что вы оставили в биополе. Демону, разрешая забрать лярву, прошу все остатки полностью, все забрать, все, что там есть. Приступайте. Потом доложите, когда будете готовы. Демон снимает вот эти чели красные, такими нитками, не нитками, а лентами прикрученные. Ну, ленты это их фишки. И вот эти тела, оранжевая и желтая, они как скрепками какими-то, скреплены такими, как защелкнуты между собой. Хорошо. Теплый террариум или что он там делал какой-то. Инкубатор. Самое теплое место, где могут они выращиваться. Потом они начинают расти, кушать тебя и высасывать всю твою энергию. А у молодежи аппетит хороший. Спасибо, что объяснил. Не хватало мне одного, еще других представил. Я не тебе объясняю, а тем, кто будет это видео смотреть. Как эти яйца вылупляются. Пока это яйца. Мы уже видели с тобой похуже вещи. В крови человека. Вот этот осьминог, он с нее спрут. Какую-то пену снимает. Какаша какая-то. С плеч тоже. Все сняли. Ты говоришь, как будто хочется подойти и помочь ему снять. Хорошо. Все-таки стали. Я стянула все, заползла. Хорошо. И еще раз я спрашиваю всех присутствующих. Никто ничего не забыл за эти все годы. Я обращаюсь особо к спруту, потому что я сейчас проведу скэн. Если кто-то не хочет 2 миллиона герц удар, пусть он это сразу уберет. Даю последний шанс. Брали. Кто взял? Прот. Знаешь как? Длинные-длинные еще пальцы вытащил. И как-то там. Понятно. Но это в его интересах. Потому что, я не знаю, в 90 лет сгореть. Просто в клетке и так бесцельно провести все эти годы ради еды. Это было бы просто трагично. Поэтому я ему дал еще один шанс. Хорошо. И я сейчас подхожу к Хильде. Беру ее за плечи. И моей энергией передаю этот удар для отключки всех каналов. Блокирую все каналы. Предлагаю тонкой копии. Хильде пропустит всю энергию. И концентрирую всю свою энергию. Готовлюсь к мощным ударам шокового импульса в 500 тысяч герц. Отстегнуть и сжечь все каналы. 1, 2, 3. Удар. Достегнулась. Отлично. И открывается портал в галактическое ядро. И все каналы улетают в галактическое ядро. На переработку. 1, 2, 3. Да. Хорошо. Так. Демон забрал лярву? Съел ее уже. Я думаю, он не в обиде. Я прообращаюсь ко всем присутствующим. И прошу всех найти себе новое обиталище. В это тело вы больше не войдете. Я буду его регулярно проверять. При малейшей жалобе. Несмотря на то, сколько вы лет там сидели. Я буду приходить через 15 минут. И вы не будете даже не успеете уйти из этого биополя. После этого я буду бить, лупить вас копьем. Как я лупил копьем, я сильно показал спруту. Поэтому я ко всем обращаюсь. Найдите себе новое место. И не встречайтесь со мной больше. Все поняли? Поняли. Спрут, кстати, говорит, что ему нужны свежие энергии. Он наполнится силой. Так что, ты предлагаешь, чтобы я тебе энергию дал или что? Нет. Пусти. Я отпущу тебя. Сейчас это как раз время придет. Демон обращаюсь к тебе. Мы хорошо поговорили. Благодарю тебя. Ты готов уходить? Давно готов. Хорошо. Открывая внизу портал на твоей частоте. На частоте демона 1, 2, 3. Демон уходит на свою частоту. Забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя и ставь огненную пентаграмму. Готов. Хорошо. Красный дракон готов уходить? Готов. Больше, пожалуйста, не приходи в это тело. Открывается наверху портал против часовой стрелки 1, 2, 3. И красный дракон уходит на свою частоту. Забывая дорогу назад. Готов. Хорошо. Арахноид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки. На частоте арахноида он уходит на свою частоту. И забывая дорогу назад. 1, 2, 3. Есть. И обращаясь к спруту, он готов уходить? Он ничего не забыл? Все забирает? Да, все. Хорошо. Все. Больше, пожалуйста, в это тело не приходи. И открывается наверху портал на частоте спрута. 1, 2, 3. И спрут уходит на свою частоту безболезненно. Забывает дорогу назад. Забирает все. Хорошо. А обращаясь к рептилоиду, благодарю за службу, что все вытащили. И готов уходить? Готов. И открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И рептилоид уходит на свою частоту. И забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. И Грей готов уходить? Готов. Готов. Хорошо, мы всех отправили. Поехали дальше. Так, переходим на частоту магического воздействия. Для такого есть оно проявляется. Сейчас. 1, 2, 3. Спрашиваем тонкую копию. Хочется у нас произвести сброс всех негативных энергий? Сэр. И открывается воронка против часовой стрелки. И производим сброс всей низкой вибрационной энергии, эмоции, мысли на счет 3. 1, 2, 3. Пошел сброс. Сэр. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. И подсоединяй тонкую копию Хильды к источнику высокой вибрационной чистой энергии, которую Хильда получает во время сна. Запроси биополя. Сколько энергии нужно Хильде до полного восстановления и корректировки? 400. И на счет 3 в биополе Хильды начинает входить. Поток усиливается. Готово. Хорошо. И запускаем процесс активации идентификации души. Значит, 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Хильда ангел. Да ты что? А здесь защищать свою семью. Ангельскую. Мама ангел. Готово. Бабушка ангела. Отлично. Ты посмотри, 3 ангела в одной семье. Она говорит, что я нужна им, потому я здесь. Понятно. Име смысла. Хорошо. Мы закончили чистку. И на 2 минуты пригласим куратора. Это ангел наверняка. Мы просим куратора Хильды прийти к нам в комнату. Или учитель. Я думаю, друзья у них. Я здесь, но я не куратор. Хорошо. Я знаю, у ангелов нет куратора. У них только друзья. Мы приветствуем друга Хильды. Мы приветствуем ангела. С кем имеем честь? Милтон. Как? Милтон. Милтон. Очень приятно. Милтон. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего друга Хильды. И убрали из нее за столько много лет. Очень много всякого. Даже 50 лет односущно сидела. Спрут сосал с ней все жизненные энергии. Сейчас она пустая, чистая. Вернее, наполненная энергиями. И я хотел спросить. Может, вы хотите передать своей подопечной Милтон что-нибудь своему другу? Они уже общаются. Вы уже общаетесь. Отлично. То есть мы ничем в этом здесь помочь не сможем. Наверное, первый раз, когда мы такое слышим. Да, Вера? Я имею в виду, сейчас они общаются между собой. И вот Хильда. Хильда. Ангел, она молодой Ангел. Это как раз вот эта девушка, которая выметала меня как-то вот образ такой молодой девушки с длинными темными волостами, какими-то каштанами такими. А, понял теперь. Мы ничего не можем сделать, Милтон. Нет, они общаются. То есть они по возрасту одинаковые, молодые. Отлично, супер. Тогда мы посылаем Милтону нашу энергию благодарности за то, что он пришел в свете нашего общего Творца. Посылаем ему нашу любовь. Связь какая-то. Благодарю. И мы прощаемся тогда с Милтоном и желаем ему всего наилучшего, как и всему миру ангелов. Я благодарю вас за эту встречу. И мы благодарим его. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»